Здравствуйте! Казалось бы, что может быть сложного в выборе портативной колонки? Есть интернет, есть определенный бюджет. Выбирай и покупай. Но при этом есть некоторые технические тонкости и нюансы, которые могут сбиться с толку даже действительно опытного пользователя. И, пожалуй, самая главная основополагающая причина, повод для создания этого на видео, это неправильная трактовка и неправильное понимание самих характеристик. В частности, это мощность, это частотный диапазон, это время автономной работы и кодеки. По поводу мощности. Давайте сразу же представим, что такое 130 ватт в портативном исполнении и в стационарном. То есть, 130 ватт это Harman Kardon Aura 3. И те же 130 ватт это три колонки AS90. То есть, каждая колонка AS90 имеет мощность 45 ватт. И эти три колонки не поместятся на моем столе, как бы я этого не хотел. И, естественно, что мощность совершенно разная. Не будем сейчас уходить в терминологию, какие бывают ватты помимо акустических. Но стоит понимать то, что те цифры, которые вы видите в самих характеристиках, могут не совпадать с какими-то вашими впечатлениями о том, что такое 45 ватт в другой колонке. Либо же 50, либо же 70, не столь важно. И для того, чтобы реализовать качественно именно те же 130 акустических ватт, необходим усилитель, который будет тяжелее, чем большинство этих колонок, которые могут выдать подобную мощность. Ну, естественно, есть разные ухищрения, такие как складывание мощности разных динамиков. То есть, низкочастотники, среднечастотники, высокочастотников, которых может быть очень много. Это все не совсем корректно. И ориентироваться только на мощность, что вот здесь 130, а вот здесь 180. А значит, вот эта будет мощнее, она будет играть громче, у нее будут лучше низкие частоты. И таким образом можно плавненько перейти к самим частотным характеристикам. Некоторые производители своих портативных колонок могут указывать частотный диапазон вплоть до 20-20 тысяч герц. И опять-таки вспоминаем, какой должен быть динамик для того, чтобы он корректно воспроизводил частоту в 20 герц. Это должен быть действительно огромный здоровый блин, как в случае с теми же AS90. Это большой динамик, действительно большой, сейчас может даже как-то его преувеличим. Ну, приблизительно такой по своим размерам. То есть, для того, чтобы он не просто воспроизводил эту частоту на той громкости, чтобы какая-то аппаратура смогла это измерить. Что да, действительно, в такой сигнал поступает. А для того, чтобы это слышал человеческий наш слух, и чтобы не было завалов на этих частотах, и не было каких-то просто колоссальнейших искажений. То есть, низкочастотный излучатель должен быть огромным. В портативе это практически не используется. И то же самое по высоким частотам. Здесь все намного легче как-то реализовать сам хороший высокочастотник. Но опять-таки ожидать, что какая-нибудь там колоночка за 100-150 долларов будет честно воспроизводить 18-19 кГц, тоже нет, нет и еще раз нет. Все намного более печально, скажем так. И по поводу кодеков, это один из таких моментов, которые сбивают с толку. Я очень часто сталкивался в последнее время с тем, что, казалось бы, даже не дешевые какие-то портативные в колонке из кодеков имеют только SBC. И да, если говорить глобально, то это не очень хорошо, это даже плохо, но не настолько критично, как может показаться на первый взгляд. То есть в чем главное различие того же SBC от APTX HD, более серьезного, более продвинутого кодека, помимо того, что больше пропускная способность, это то, насколько честно отыгрываются края частотного. А как мы уже понимаем, в колонках, в принципе, края частотного не особо-то и хорошо отыгрываются в каких-то портативных. И тем более там в бюджете до 300-400 долларов, это как само собой разумеющееся. Поэтому обращать особое внимание на кодеки не стоит. Как галочку для себя поставить можно, но не стоит думать, что если колонка одна с APTX HD, либо с чем-нибудь там еще, а вторая просто с SBC, то однозначно с APTX будет работать все лучше. Нет-нет-нет, это так не работает. С SBC колонка может играть лучше. Это не основополагающее значение. И время автономной работы. Здесь тоже есть много своих таких нюансов. Производитель может абсолютно и честно указывать, что определенная колонка, просто вот к примеру, вот эта, просто к примеру, играет до 20 часов. И она реально будет играть до 20 часов. Но при этом неизвестно на какой громкости. 30-70%, 50%, как правило, производитель это не указывает. И на определенных значениях потребление колонкой электроэнергии может резко увеличиваться. И на 70% она действительно будет играть 20 часов, но уже на 85% это значение будет очень сильно уменьшаться. И в частности это происходит из-за того, что по-разному работают усилители на разные громкости. На 60%, допустим, и на 80%. Действительно может быть различие. И в некоторых случаях ты даже слышишь, что вот все, при чуть-чуть каком-то увеличении громкости меняется характер звучания. За счет того, что возможно используются уже другие усилители, либо же подключаются дополнительные. Это может быть реализовано совершенно по-разному. С отзывами тоже все очень неоднозначно. Потому что мы опустим то, что существуют некоторые отзывы в проплаченные. Причем это могут быть как положительные, так и негативные. И просто себе представим, что их не существует. И даже в этом случае полагаться на отзывы крайне сложно. Даже если люди пишут абсолютно честно, вот искренне, от души, как оно есть. Все потому, что у нас совершенно разный какой-то опыт прослушивания музыки. То есть есть человек, честный человек, который до этого слушал музыку с телефона, с ноутбука, с каких-то колонок компьютерных за 15-20 долларов. И потом он купил себе какую-нибудь условную колонку за 80-100 долларов. Он просто для себя услышал откровение. Там вдруг появился бас. Там совершенно по-другому середина играет. Там все совершенно по-другому. Голос звучит, высокие частоты. Там все вот эта вот игра. Человек искренне в восторге от того, что он слышит. Есть человек, который уже имеет побольше опыт использования других каких-то колонок, более высокого уровня, средне-высокого. И он уже понимает, что ну в принципе оно-то звучит нормально, но эта колонка играла на каких-то жанрах лучше. Это вообще намного лучше. И есть люди, которые, ну вот им повезло то, что у них есть какая-то полноценная акустика домашняя, дорогая. И вот они выбирают себе портативную колонку, чтобы она просто была где-нибудь там на даче в гараже или еще как-нибудь. И естественно, когда он ее слышит, он понимает, что ну оно-то как бы играет, но играет, конечно, просто отвратительно. И лучше бы мои уши этого не слышали. В итоге по одному и тому же товару можно получить совершенно разные отзывы. И не всегда люди пишут предысторию. Здравствуйте, я слушал такие-то, такие-то колонки с такими-то усилителями. И еще по годам все это расписать. Люди просто пишут свои впечатления. И если им прям очень понравилось, то они будут все расписывать. Если очень не понравилось, то естественно будет все уже в негативном ключе. Никакие преимущества самой колонки не помогут и не сделают отзыв лучше. Поэтому все очень спорно. И с обзорами тоже много-много вопросов. Потому что если мы говорим про наушники, то есть достаточно много разных обзорщиков, блогеров, которые разбираются в этой теме. И могут досконально рассказать о звучании наушников, о их удобстве, о их предрасположенности к каким-то жанрам и зависимости от источников. То с колонками все очень-очень печально. Потому что, как правило, обзоры на что-то такое хайповое, JBL, Sony, Harman Kardon, Marshall делают компании, которые рассказывают в основном либо же о смартфонах, либо же о какой-то другой технике. И у них нет достаточной базы для того, чтобы как-то действительно оценить звучание колонки. Это сейчас не в укору к ним, кому-то конкретному. Я не хочу называть вообще никаких имен и никаких фирм для того, чтобы не было какого-то неприятного осадка от самого видео. Но они могут быть очень субъективны и далеки от какой-то объективности. Потому что им не с чем действительно сравнить с хорошим, с плохим. Это просто их мнение, которое основывается на прослушивании только этой колонки. Поэтому и обзорам верить тоже далеко не всегда будет правильно. Иногда еще наблюдаются такие заблуждения, связанные с самими брендами, с производителями. То есть некоторые люди думают, что вот, ну этот бренд, он такой классный, он делал там комбики, он сделал еще что-нибудь. Он зарекомендовал себя на протяжении уже десятилетий и он делает крутые вещи в плане тех же колонок. Но при этом это может быть очень далеко от реальности, потому что подразделения, которые занимаются одной акустикой, могут быть никак не связаны со другой. К примеру, там концертной, либо же домашней акустики, это одни производители, одни инженеры производства и все остальное. Производство портативной акустики совершенно другое. То есть возможно, что вообще компания выкупила какую-то другую компанию, которая, крупная компания, выкупила более мелкую компанию, которая выпускает что-то портативное и выпускает уже акустику под своим брендом. Может быть очень много разных ситуаций и вещей, поэтому уделять огромное внимание самому бренду, то что вот все, если это такой-то бренд, то это будет звучать круто. И одновременно с тем сейчас китайцы очень сильно подтягиваются и в плане колонок, и у них есть очень много интересных вариантов, которые будут классные по своему дизайну, классные по именно исполнению. То есть то, насколько все это надежно, качественно, по своему звуку и по всем остальным характеристикам. И думать, что вот, ну это ж Китай, наверное, это будет какая-то вот туфта, а вот этот вот бренд будет лучше, тоже не стоит, потому что качество от самого бренда уже не настолько зависит. Еще одно заблуждение связано с неправильной расстановкой приоритетов. Изначально, когда вы выбираете колонку, нужно четко понимать, для чего она вам вот точно на 100% понадобится. Потому что, возможно, вам она нужна только для того, чтобы она стояла возле компьютера, где-то аккуратненькая, маленькая, красивая колоночка, которой вообще может быть аккумулятор и не нужен. Она может питаться только от сети, и чтобы она была просто симпатичной, красивой и не смотрелась как что-то такое несуразное в вашем стиле и дизайне вашей комнаты. А когда начинаешь смотреть характеристики, то, ммм, водонепроницаемый, сет хорошо, вдруг я кофе или чай пролью или еще что-нибудь там в аккумулятор, а может быть я захочу куда-то с ней поехать на природу и что-нибудь буду делать. С караоке, почему бы и да, вдруг это мне когда-нибудь понадобится. Подсветка, то же самое. А по факту вы будете, купите какую-то колонку водонепроницаемую, 30 часов работы от аккумулятора с караоке, с микшером, с чем угодно, и она будет просто вот стоять на столе, и вы не будете пользоваться ее функционалом. А за те же деньги можно было купить что-то намного более подходящее именно вам. И наоборот, когда кажется, что ну колонку ж я буду покупать, но дома буду слушать ее, на даче где-то там в самом доме используется, зачем мне эти аккумуляторы? А по факту оказывается, что хочется куда-то перенести ее и на кухню, пока готовишь что-то с ноутбука смотреть и слушать, либо же с телефона. На даче потом тоже оказывается, что иногда все же электричество отключают, либо же захочется ее вынести куда-то на улицу, потому что соседи приезжают не так уж и часто, и никому мешать не будешь, слушая музыку где-то вне самого дома, а на улице. Поэтому нужно очень четко понимать, для чего вам нужна колонка, потому что в противном случае вы просто переплатите за те функции, которые вам не нужны, и получите намного меньше из того, что вам нужно на самом деле. К этому нужно отнестись максимально правильно, и тоже многие на этом могут уйти в не то русло, не в то направление. И последний, пятый, но очень важный пункт, это ожидание звучания как от полноценной домашней акустики. Я понимаю, что когда покупаешь колонку за 200, 250, 300 долларов, хочется, чтобы она звучала уже действительно хорошо и качественно, но почему-то на какой-то относительно бюджетный ресивер-усилитель с полочниками там 80-70-х годов, оказывается, звучит все равно лучше, и они не могут как-то с собой сравниться. Все равно в какой-то портативной условной колонке за 300 долларов ты не можешь услышать действительно собранного баса, чтобы он был такой ударный, чтобы он был правильный, с хорошим панчем. Почему-то все равно какое-то позиционирование, но не совсем понятный, но это самое очевидное, потому что колонка одна, для того, чтобы получить полноценное стереозвучание, должно быть две колонки, и соответственно тогда вы сможете получить какой-то полноценный объем и погружение в саму музыку. То есть и далеко не всегда покупкой двух колонок и соединением их между собой можно достичь полноценного объемного звучания. И соответственно с высокими частотами то же самое. Невозможно получить максимально правильного отыгрывания тех же тарелок, тех же каких-то инструментов, так же как это можно получить в полноценной домашней стационарной акустике, пусть и со старым усилителем, какими-то старыми, но хорошими и качественными колонками. Потому что, как бы то ни было, физику обмануть полноценно невозможно, потому что, когда мы говорим о усилителе полноценном, либо же усилителе, либо ресивере, не имея здесь особого значения, там он будет тяжелый сам по себе. Это будет хороший трансформатор, это будет хорошая обвязка, вы посмотрите там кучу разных фильтров, куча всяких конденсаторов, то есть все это разведено между собой. Это требует уже полноценного какого-то питания от сети, это все занимает много места, это греется. И, естественно, колонки, они тоже будут ни в каком-нибудь там пластиковом корпусе, они будут в корпусе, ну, само собой, деревянном. Это будет тот объем, те формы, которые изначально разрабатывались инженерами, то есть для того, чтобы все частоты звучали правильно, для того, чтобы были отдельные камеры для всех частот, для низкочастотника, среднечастотника, то есть, казалось бы, да, ну, среднечастотники и высокочастотник, они вот, ну, находятся себе в корпусе, и все. Но во многих колонках, даже по среднечастотной, динамика делается дополнительный объем, то есть для того, чтобы он не был вместе с низкими частотами, чтобы не было каких-то дополнительных искажений. Поэтому, как бы того ни хотелось, но даже старая какая-то относительно среднебюджетная акустика будет звучать лучше, чем портатив за 300, 400, 500 долларов. Этого не избежать. И когда вы покупаете себе что-то портативное, то в любом случае чем-то приходится жертвовать. И, конечно, развитие идет вперед, колонки становятся интереснее, используются какие-то новые материалы, новые, какие-то инженерные свои фишечки, новые разработки. Но пока что заменить полноценную стационарную акустику не получится. И если мы говорим просто о каких-то фильмах, то да, я не спорю, здесь многие колонки за 200-300 долларов могут быть просто избыточными, они могут приносить такой прям кайф-удовольствие при просмотре всяких там блокбастеров, каких-то фильмов, где нужно, чтобы все это бухало, чтобы был какой-то экшн-драйв и чтобы это пробирало. Могут, действительно могут. Но с аудиофийской точки зрения портатив в колонках остается портативом. Это не что-то полноценное, от чего можно ожидать по-настоящему качественного звука без каких-то ущемлений в частотах, либо же чем-то другом. Поэтому я думаю, что буду закругляться. Если у вас есть еще свои какие-то варианты, то обязательно пишите их в комментариях. Если есть какие-то вопросы, также пишите в комментариях. Я еще раз на всякий случай скажу, я постарался здесь не использовать никаких фирм, никаких компаний, имен каких-то блогеров, потому что здесь нет задачи что-то конкретное прорекламировать, либо же кого-то пожурить за то, что он делает. Объяснить, в целом поделиться каким-то своим опытом, который накопился за время работы со всем этим оборудованием, который для вас может быть полезен. Ну и опять-таки, это мое мнение, это мои какие-то мысли, и я не претендую на то, что это прям вот все истинно в последней инстанции. Поэтому также и к моим словам нужно отнестись с таким, с подозрением, а точно ли он все говорит правильно, все ли он говорит верно. Потому что это интернет, а интернетом верить нельзя. Все, на этом закругляюсь. Большое спасибо за просмотр. Если понравилось, пожалуйста, поставьте лайк. Не понравилось, дизлайк. И на этом все. До скорых встреч.